В первый день октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Сегодня чествуют ветеранов войны и труда. Александра Павловна Голозунова недавно отпраздновала свой 90-летний юбилей. Секрет долголетия, говорит, в хорошем настроении, пеших прогулках и активной интеллектуальной деятельности. Воспитанница детского дома Александра Павловна получила два высших образования и почти всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы. Жизнь ветерана Великой Отечественной войны насыщенная. В 19 лет вернулась в детдом в качестве воспитателя трудных подростков. Потом преподавала в техникуме и 30 лет трудилась на энергомаше. Сегодня встречает высоких гостей. Квартиру Голозуновой на улице 8 марта отремонтировали по муниципальной программе жилища. Поставили люстры пятирожковые, великолепные. А люстра у меня была такая совсем негодная. И хорошо, что на кухне заменили мойку. Хорошо, что санитарная комната преобразилась, туалет преобразился. Это было здорово сделано все. Настроение общее самое прекрасное, несмотря на то, что 90 лет, но все-таки жить еще хочется. Жилье ветерана полностью обновили. Поклеили обои, уложили паркет, сделали новые двери и проемы, установили сантехнику и пластиковые окна. Глава округа Дмитрий Волошин приехал поздравить с Международным днем пожилых людей и заодно проверить сделанную работу. Я хочу сам всегда посмотреть. Мне нравится просто это делать. У меня есть кого отправить посмотреть, но мне нравится самому под руками попробовать, получается у нас это сделать или не получается. И что нужно новое. Так что мы для себя сегодня новое узнали. Что нам нужны экскурсии для жителей пожилого возраста неподалеку. Программа «Жилище» направлена на улучшение жилищных условий льготных категорий граждан. Александра Павловна стала 27-й по счету участницей программы, которые сделали ремонт в этом году.